В армиях всего мира активно используются роботы, беспилотники и технологии на базе искусственного интеллекта, и об этом мы уже рассказывали на нашем канале. Сегодня о самых продвинутых военных экипировках для солдат, часть из которых уже давно используется, а часть еще находится в разработке. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как будут выглядеть солдаты будущего. Поехали! Future Combat Systems — это легкий и ударопрочный боевой костюм для армии США. Он включает пуленепробиваемый экзоскелет, бронежилет, интерактивный шлем и оружие. Система состоит из модулей, которые можно комбинировать в произвольном сочетании. Также в костюме есть отдельный модуль, который отслеживает физическое состояние солдата и помогает ему ориентироваться на местности. Система мониторит погодные условия и регулирует температуру с помощью охлаждения или подогрева, передает данные на расстоянии и обладает встроенным аккумулятором для подзарядки. Специальное устройство на ногах позволяет увеличить скорость передвижения. В России есть свой аналог такой экипировки — Ратник-3. Он включает в себя экзоскелет, интерактивный шлем и модуль для оценки физиологических параметров. Ратник изготавливается из огнеупорного, водостойкого и пуленепробиваемого материала. Нижняя часть корпуса укреплена титановыми пластинами. Защитные очки с интерактивным дисплеем выводят на экран данные о местности, измерения тепловизора и биологические параметры. С помощью встроенных модулей все солдаты получают оповещение «свой-чужой», а командиры отслеживают раненых и убитых. В будущем шлем планируют оснастить системы наведения оружия по лазерному лучу и так называемыми «умными тканями», которые предотвращают переохлаждение и перегрев, а еще несколькими миниатюрными беспилотниками для разведки. Всего костюм позволит переносить до 100 килограммов припасов и передвигаться на скорости до 20 километров в час. Ратник-3 должен стать преемником текущей экипировки Ратник-2, но еще до внедрения он может быть заменен костюмом «Сотник», главное отличие которого будет заключаться в использовании более легких и гибких материалов. Военную форму повышенной мощности разрабатывают и в Великобритании. Она носит название Future Integrated Soldier Technology. И ее цель – интегрировать модульную систему всего оборудования, оружия и его прицельных систем, радиостанций, которые несет или использует отдельный солдат, чтобы повысить их общую эффективность на поле боя. Основным компонентом проекта стала система связи Bowman, обеспечивающая безопасную связь с наземными войсками, позволяющая одновременно передавать голос и данные, и имеющие встроенное оборудование GPS. Также она позволяет отправлять визуальную информацию непосредственно с персональных камер. Future Integrated Soldier Technology должна повысить осведомленность огневой группы и местных командиров о ситуации, усилить их боевую мощь за счет нового противотанкового оружия NLO и Javelin и упростить планирование маршрута. Французская экипировка солдат носит название, прошу прощения за мой французский, Fantasy Air Equipments at Lausanne's Integres, или сокращенно Филен. Боевой костюм сильно отличается от американского и британского типов. Униформа очень похожа на русского ратника 3. В ней есть система визуального наведения, помогающая солдату атаковать даже в сложных ситуациях. Филен имеет жесткую основу и оснащен экзоскелетами, защищающими лодыжки и колени, а также системой отведения пота. Материал, используемый для униформы, намного ближе к нанотехнологическому типу, поскольку он может отталкивать в воду и насекомых. Головной убор представляет собой шлем спектра, оснащенный системой позиционирования и информирования в реальном времени, а также усилителями света для ночного видения. Источники питания состоят из двух перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов. Но самым тяжелым и жестким является немецкий многоцелевой боевой костюм IGS. У экипировки есть кое-что уникальное – система навигации и управления, которая собирает информацию о позиции и местонахождении ближайшего врага. Также костюм полностью интегрирован и совместим с системами боевого управления и коммуникации БМП Puma и Boxer. Тканевый бронежилет SK-1 со встроенной системой вентиляции обеспечивает защиту от пистолетных пуль калибра до 9 мм. Защитный шлем Fast Ballistic Helmet компании Opscore весом 1328 граммов предполагает возможность установки разнообразного навесного оборудования, например, ламп и очков ночного видения. Также он включает дисплей, с помощью которого каждый военнослужащий способен одним глазом видеть позиции всех бойцов отделения. Для солдат армии всего мира разрабатывают множество сопутствующих технологий. Например, в армии США уже используется FLIR Black Holmet 3 – это карманный дрон, который будет выполнять наблюдение и разведку в бою. Дроны поставляются в паре – один для дневного и один для ночного видения. Беспилотники имеют длину около 15 см и могут поместиться на поясе солдата. Армия надеется в будущем снабдить дронами каждого солдата. Российские военные разрабатывают парашютную систему D-14 «Шелест», которая позволит солдатам получить доступ к своему оружию и начать стрельбу сразу после того, как они выпрыгнут из самолета. D-14 «Шелест» создается специально для десантирования в экипировке «Ратник» и предназначена для десантирования с 1200 в 8000 метров при скорости до 350 км в час. Задержка в раскрытии основного парашюта составит до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес – 190 кг. Дальность полета с высоты 8 км составит до 30 км. Множество исследований призваны дать военным расширенное видение. Так, американская армия тестирует очки Integrated Visual Augmentation System, которые используют распознавание лиц, а также может переводить для солдат слова, символы и дорожные знаки. Очки могут даже проецировать визуальные данные с дронов прямо перед глазами. Как ожидается, они получат широкое внедрение в середине 20-х годов. Также армия США заканчивает испытание своего усовершенствованного бинокля ночного видения ENVGB, который позволит солдатам точно стрелять от бедра и из-за угла. Он также обеспечит улучшенную ситуационную осведомленность, тепловизионное изображение и лучшее восприятие глубины. Но главное – устройство повышает меткость, отображая точку прицеливания оружия и может быть связано с дополнительными видео или виртуальными каналами, дающими обзор с других позиций и позволяющими стрелять из-за угла. По данным Army Times, первыми новые очки используют американские солдаты, базирующиеся в Южной Корее. Еще одна технология, к которой примеряются армии таких стран, как США, Великобритания и Франция – летающие костюмы, ранцы или ховерборды. То есть все, что может помочь военнослужащему быстро попасть из одной точки в другую по воздуху. Так, DARPA объявила конкурс на создание реактивных ранцев. Королевский флот проводит учения с изобретателем летающего костюма Ричардом Браунингом. А президент Франции считает, что летающая доска Фрэнка Запаты когда-нибудь будет использоваться в армии Франции. Текущие минусы всех устройств – шумность и опасность для пилота при использовании в реальных условиях боя. Как думаете, приживутся летающие костюмы в армии? Пишите в комментариях! Ставьте лайк видео и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех технологий будущего!